Существование гравитационных уровней. Что сие такое? Ну вот, вы видели в фильме, было сказано, что вообще-то общая теория относительности, здесь существует две теории относительности, СТО и ОТО. СТО специальная теория относительности, она посвящена времени, пространству нашему. И ОТО, общая теория относительности, которая посвящена теории гравитационного уровня. Значит, я не утомил на силу. Математика была наведена неуданным, но еще и закон всемирного тяготения давно-давно известен. То есть силу взаимодействия между массами можно посчитать, но откуда берется эта сила? Никто не знает, потому что гравитоны, так называемые, которыми должны перебрасываться все массы, до сих пор не обнаружены. И вряд ли будут обнаружены. Вот Эйнштейн вышел из этого положения каким образом? Он приписал природу гравитационного поля, приписал им инерционную природу. Вот скажем так, вот вы едете в трамвай, да, трамвай резко затормозил, вы лгом можете ударить по затылку впереди стоящего человека. Какая природа этой силы? Какая природа этой силы? Инерционная. Инерционная природа. То есть резко, а голова уже по инерции движется и бьется там о сегло или о что-нибудь. То есть когда трамвай поворачивает, скажем, электранспорт, вас придавливает к соответствующему гортику. Так, какая природа этой силы? Да просто, потому что вы движетесь по кривому. Так вот Эйнштейн предложил считать пространство кривым. А раз пространство кривое, вас все время будет давить к чему-то. Вот взаимодействие между массами. Он приписал вот такую инерционную природу. Не надо никакого обмена. Я так считал Эйнштейна. Это еще не значит, что все так оно и есть на самом деле. Но во всяком случае, все уравнения, которые я написал, все это было, очень неплохо объяснило существование гравитационного поля. И можно было, и он связал, нашел гравитационную постоянную через физические константы мирового потока.